Сфокусированная на сплетённых вокруг неё звуках, она помогает своим соратникам учиться двигаться сквозь тени с большей лёгкостью. И даже после хорошего спарринга, отдыхая, она всегда готова к действию, как сжатая пружина. Всем привет, дорогие друзья, и с нами сегодня Марлен Шип, путешественница, которая пришла к нам, и сложно сказать, потерялась ли она в дороге или пытается найти себя. Она слепа, но намного чувствительнее многих, и её трость имеет свои секреты. Так что даже не пытайтесь подглядывать за ней в душе. Перед нами героиня, чьи чувства обострены до предела, и ей абсолютно не важно, идёт ли враг на пролом или скрывается в тенях. Имея две стойки, она может выступать как защитником своих соратников, отмечая каждого атакующего, оглушая и вытаскивая их из невидимости, и даже подлечивая себя и защищаемого сопартийца. Либо как боец ближнего боя, вставая в условно-постоянную и даже слегка улучшаемую стойку контратаки, снимая с группы метки и принимая удар на себя, а также она является просто мастером кровотечений. Кажется, я сказал достаточно, перейдём к особенностям. Итак, героиня не умеет перемещаться в бою внутри группы. Вместо этого она сменяет стойки фехтовальщика, и с защитной в атакующую и обратно, в которых она использует различные навыки. Штука в том, что не имея дополнительных бонусов к защитной стойке, в атакующей Марлен имеет постоянно активированную контратаку с пониженным уроном и с сильно увеличенной точностью. Казалось бы, вот оно сокровище, но для баланса с каждым полученным ударом, то есть за считанным уроном здоровью, имеется шанс один к двум, что героиня вернётся в защитную стойку и хапнет чутка стресса, так что обольщаться не стоит. Ещё при переходе из атаки в защиту, следующий ход будет сделан с сильно пониженной скоростью, что нужно учитывать. Также при смене стойки слетает защита других персонажей, поэтому не получится сотворить хитро комбо, даровав протекцию кому-либо и встав в постоянную контратаку. Вместе с вышесказанным к особенностям героини относятся состояния превозмогания и съехавшей крыши, которые у этой героини мало того, что особенны, так ещё и не модифицируются украшениями, поэтому шансы всегда один к трём. Итак, что же у нас тут такого особенного? Состояние превозмогания называется прозорливость и даёт много плюсов. Шанс пробафать группу на дополнительный урон по отмеченным врагам, повысить крит или точность, слегка подлечить стресс или даровать одному соратнику блок от следующей атаки. Плюсы немалые и это компенсируется аналогичным мощным сумасшествием, называемым потерянное. Во время помешательства Марлен может ударить союзника, отметить себя, заставить союзника защищать её, застрессировать всю группу или просто использовать рандомную команду. Ну что же, кажется, это всё. Перейдём уже к скиллам. Первый навык – основной удар нашей героини, один из двух доступных в обеих стойках. Невысокая точность компенсируется врождённой точностью героини и её повышением по отмеченным противникам. Крит также повышен, но основная фишка всех ударов героини, включая этот, они проходят сквозь невидимость, абсолютно игнорируя этот статус. При этом разница между использованием в разных стойках разительна. В защитной стойке удар ослаблен наполовину, но имеет средний шанс оглушения, который становится больше по отмеченным. В атакующий же урон по отмеченным, наоборот, сильно повышен. Я бы назвал этот удар основным. Использование в обеих стойках даёт вариативность действий. Мы никогда не останемся без возможности ударить противника с первой по третью позицию. Единственный минус – наносить удары можно только из первой и второй позиции. Далее идёт второй навык, доступный в обеих стойках. Урона он не наносит, но обладает хорошей точностью, отмечая цель сквозь невидимость и защиту. При этом в защитной стойке добавляется шанс снижения точности у цели и выбрасывания её из невидимости. В атакующий же идёт дебаф на повышение шанса крита пожертвия и слом её защиты. Разница между стойками делает навык универсальным. В начале боя нам выгоднее снятие невидимости с противника. А вот в середине боя намного лучше подойдёт слом защиты. Ну и удобство для этого навыка на первом месте. Используется из любой позиции по любому врагу. Следующими рассмотрим группу навыков, используем их только из атакующей стойки. Первый из них можно назвать в какой-то степени ударом по площади. Ведь помимо нанесения с приятной точностью очень слабого урона по цели и усилению той кровотечения на 50%, у других противников окрываются кровоточащие раны от шипов. Удар слабоват, но может пригодиться в группе, ориентированной на нанесение урона через кровотечение. И использовать лучше всего против противников, слабых, таким порезом. И да, использовать из первой позиции нельзя. Второй навык уже поинтереснее. Точность средняя и повышается помеченным врагам. Урон ослаблен всего на 40%. Крит повышен, имеется кровотечение и шанс снижения устойчивости к нему. Интересной фишкой является то самое улучшение контратаки, которое в течение одного раунда также начинает накладывать рваные кровоточащие раны. В синергии с предыдущим навыком и правильной группой противники заляпают кровью всю округу. Применимость из первых двух позиций по первым трём. Третий навык как раз тот самый, что снимает со всей группы героев метку и перемещает её на героиню. Помимо этого, контратака усиляется на четверть и добавляется шанс крита на один раунд. Единственным минусом я считаю снижение уклонения. И минусом серьёзным, так как этому герою лучше всего именно уклоняться от атак, особенно учитывая её врождённые приличные показатели. Тем не менее, очень приятный навык. Тем более, что это единственный навык, который может менять положение Марлен, двигая её на одну позицию вперёд. Тем не менее, использовать из четвёртой позиции его нельзя. Два последующих навыка используются из любой позиции, кроме первой, и только из защитной стойки. Первый навык лечит героиню и всех героев, находящихся под защитой, попутно увеличивая свою защиту. Второй же имеет пару особенностей и является танкующим. Лечит стресс, надолго защищает союзника, но при этом активируемая контратака не наносит урона. Очень неточная, и каждый удар отмечает противника. Довольно неудобное, как по мне, умение, но об этом в итогах. Что же Марлен может предложить на привале? Помимо стандартных навыков, имеется четыре уникальных, и как раз их мы и рассмотрим. Острые чувства героини за три единицы времени позволяют всей группе наносить больше урона по отмеченным врагам, а также повышают точность с понижением освещенности. Устроив спарринг-урок на пять единиц времени, героиня повышает урон, крит и уклонение, как у себя, так и своего спарринг-партнёра. Развесив колокольчики за две единицы времени, очень сильно сокращается шанс попасть в засаду на привале. Но не на 100%, там будет где-то 13% шанса напороться. И всего за единичку, сосредоточившись на слухе и звуках вокруг, получаем снижение шанса разведки. Зато повышается шанс удивить монстров, и понижается шанс быть удивлённым. Всё стоит по-разному, но не советую пропускать её уроки по фехтованию. Уж очень приятные бонусы. А теперь к итогам. Перед нами очень разносторонняя героиня, которая может как атаковать, так и не давать в обиду других своих сопартийцев. Но лично мне больше нравится делать из неё атакующего персонажа, и вот почему. Первонаперво скажу, что использовать защитную стойку для разметки противников очень неудобно. Даже защищая кого-то, шанс, что целью будет в итоге Марлен, всего 33%. А учитывая не самую высокую точность ответки, шанс пометить врага становится неприемлемо небольшим. Почему бы просто его не пометить, заодно либо снимая инвиз, либо ломая защиту? Лечение также не шибко сильное. Единственный вариант его хорошего применения, это когда в группе есть два защищаемых персонажа. Тогда три из четырёх героев в группе будут слегка подлатаны. Тем не менее, если нужна защита, она её сможет обеспечить. Как атакующий персонаж, она сможет выдать хороший урон, особенно под меткой, либо развесить на всю группу противников кровотечения. Как это обеспечить? Начну сразу с артефактов дворика. Чемпионская рапира – просто замечательная вещь для атакующей героини, увеличивающая уклонение и дающая возможность прошивать до 50% брони цели. И на фоне таких бонусов потеря двух единиц скорости вообще не замечается. Учитывая высокие показатели у самой героини. Второй артефакт дворика, наоборот, отлично подходит для защиты, увеличивая здоровье, длительность защиты и стресс. Сет бонус даёт обратку на 40% вошедшего урона. Но прикол в том, что не хочется их использовать вместе. С первым так и хочется одеть свечку смотрителя с уроном, уклонением и скоростью. Или колечко одиночки с уроном, скоростью и снятием стресса от контратак. Неплохо смотрится чёрный оби, увеличивающий урон от контратак, а также скорость в первом раунде и уклонение после первого раунда. Тут даже не расстраивает снижение уклонения в том же первом раунде. Вызывает некоторый интерес наставления фехтовальщика, которые снимают вражескую контратаку и дают хороший баф, если мы играем через кровотечение. Если есть желание сделать из неё танка, то стоит делать упор на уклонение, ведь базовое значение на шестом уровне у неё 30 единиц. Тут нам помогут флажок Вильбура и куртка смотрителя, возможно, даже совместно. Но если очень хочется, конечно, можно поиграться и с защитой, тогда нам нужны кольцо смотрителя, это раз, и крепкое кольцо, это два. Зачем нужен артефакт за кристаллы, я так и не понял. Уж очень сильно снижается урон за какие-то 10 единиц точности и шанс блока после смерти врага. Кого же брать в спутники для этого героя? Так или иначе, на врагах будут появляться метки на протяжении боя при игре за данного персонажа. Ведь в атакующем сборе мы будем их вешать, чтобы выдавать больше урона, а в защитной будем метить контратакой, поэтому нам нужны герои, которые будут этим пользоваться. Идеальный состав группы, который мне видится. Хил Висталка. Всеми любимый мощный хил с приятными дополнительными скиллами. Охотник за головами. В меру толстый, жёсткий парень с тяжёлой рукой и двумя умениями под разметку. Собачник, обладающий целым ворохом возможностей, типа лечения себя и душ соратников, защиты израненных героев, разметки с мощнейшим снижением брони. По желанию, собачник легко заменяется арбалетчицей, что даёт нам возможность снижать уклонение при разметке, но делает первую позицию врага слепой для этого героя, не давая ни разметить её, ни нормально атаковать. Также можно собрать группу под кровотечение, которая имеет очень ограниченное применение, но не менее сильна. В первую очередь это шут, самое мощное кровотечение в игре, уклонение, бафы и снятие стресса. И разбойник, снижение сопротивления кровотечению, контратаки, свободное перемещение в группе. Конечно, это не канон, но уж очень неплохо это всё работает. И да, не подпускайте её к ловушкам, она с этим не справится. Но это ещё не всё. По словам разработчика, в ближайшее время будет патч, где мы увидим следующее. Первое. Дословно. Её движения будут улучшены, чтобы она была менее зависима от других героев. Так что подозреваю, что к умениям будут добавлены перемещения в группе. Второе. Массовый удар с кровотечением получит некое усиление. Третье. При получении удара всё ещё будет теряться контратака с шансом 33%. Но в следующий ход будет возможность применить умения атакующей стойки. И четвёртое. Изменения затронут графическую часть. Посмотрим, что из этого выйдет. А пока всё. Подписывайтесь, пишите, ставьте пальцы в любом доступном направлении. И до новых встреч в темнейших коридорах. Ну и как в прошлый раз. Отгадайте всех героев, и на одного из них будет обзор. Удачи! Продолжение следует... Продолжение следует...